Он в белых трусах, Пернелл Уитекер, темнокожий боец. Ну и в соперниках у него Джейк Родригес. Соответственно, в красных трусах. Два левши у нас, кстати говоря. И мы начинаем смотреть с первого раунда. Что пойдет о нем. Был легкий вес. Именно там он был настоящим королем. За всю историю бокса, я имею в виду. Ну а здесь полусредний вес, который состоялся в Нью-Джерси, в Атлантик-Сити. В легком весе Пернелл Уитекер стал олимпийским чемпионом. В 1984 году тогда Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. Много хороших боксеров туда не поехали. Как мы помним, Советский Союз и страны социалистического содружества проигнорировали ту Олимпиаду. Бойкотировали, вернее, ту Олимпиаду в ответ на бойкот капиталистических стран Олимпиады в Москве. Хороший джеб у Уитекера. Мы видим, что и Родригес неплохо огрызается. Вообще-то очень серьезный боец. Бывший чемпион мира. Ну а и после победы на Олимпиаде в 1984 году, в том же 1984 году, осенью, он дебютировал на профи ринге. Естественно, в легком весе. Особенно на рубеже 80-х, 90-х годов полностью доминировал в этой рисовой категории Пернелл Уитекер. В 89-м году он был признан лучшим боксером года штат Вирджиния. Он там родился, там все время проживал Пернелл Уитекер. Всего он будет чемпионить в четырех весовых категориях. Представьте себе. Шестикратный чемпион мира в четырех весовых категориях. 51 килограмм. Ну и само собой был принят в зал боксерской славы в 2007 году. Любопытно, что первый чемпионский бой попадает сейчас слева очень жестко Пернелл Уитекер. Да, конечно, надо сказать, несмотря на все его замечательные действия в защите, все-таки был безударным. Была его первая попытка завоевать чемпионский титул. Настоящий. Он уже чемпионил там по версиям НАБФ. Но проиграл Хосе Луиса Рамиресу, но там, во-первых, разделенным решением, а во-вторых, по мнению абсолютно всех специалистов, он тот бой выиграл у Рамиреса. И все-таки там Дон Кинг был промоутером Рамиреса на кону WBC. Он, кстати, потом у Рамиреса взял уверенный реванш. Ну, а впервые чемпионал стал в 89-м году. В феврале победил Дрэга Хогана, очень неплохого боксера. Взял титул АБИАФ. Затем в реванше победил Рамиреса. Забрал у того все-таки WBC. А затем добавил еще и WBA. То есть абсолютным чемпионом мира в легком весе был. Пернелл Уитекер. Бросается на соперника сейчас Уитекер. Он стал чемпионом и в третьей весовой категории, в полусреднем весе победил по очкам Бадди МакГирта. Очень известного боксера и еще более известного в будущем тренера. Пояс его защитил. Вот сейчас у него пятая защита вот этого титула. В полусреднем весе WBC, Всемирного боксерского совета. Этими защитами он полез в еще одну весовую категорию, стал чемпионом там. Один бой провел, один бой выиграл, стал чемпионом и больше там не стал свой пояс защищать. Понял, что первый средний вес это уже перебор для него. Слишком тяжело. Ну вот такой размен здесь в четвертом раунде за 25 секунд до конца этого раунда. Джейк Родригес на год младше. Ему 30 лет здесь. Он из Пуэрто-Рико. Но он родился в Пуэрто-Рико. Ну вот защита действий, что называется. Защита корпуса. 28 побед. Всего 8 нокаутов. Процент еще меньше, чем у Пернелла. Три поражения. Два поражения нокаута. И две ничьи. На одной из поражений, кстати говоря, причем по очкам, Титу Тринидадов. Феликса Тринидада. Которому потом проиграет и сам Уитагер. В 94-м году, то есть в прошлом году, этот бой, я напомню, в 95-м проходит. Он выиграл у Чарльза Мюрре. Два раза пояс этот защитил. Пояс IBF в 63,5 килограмма. То есть в первом полусреднем весе. И теперь вот попытал, попытал счастье. Вяжет Джейк Родригес. Хороший удар по корпусу. Длинный такой левый крюк заброс. И на полу, оказывается, вот вам и не панчер. А вот вам и безугарный боксер. Который Уитагер. Да, досталось только Джейку Родригесу. Еще удар по корпусу какой-то хороший. С переводом на голову. И снова в корпус. Раз за разом. Да. Такую бомбежку, конечно, очень трудно выдержать. Ну, похоже, Родригес готов сдаться. Да. Пятая защита титула в полусреднем весе. Пернелло Уитагера. Красивая работа, ничего не скажешь. Ну, я думаю, не вот этот, не последний удар. А вот этот удар. Солнышко. А нет, это предыдущую атаку нам показывают. Вот, наверное. Удар слева там уже по почкам был. Ну, в общем-то, тут нахватался, конечно, Джейк Родригес. Ничего не скажешь в этом шестом раунде.